Совсем недавно жители Ленинского района вышли на общий областной субботник, чтобы очистить территории от мусора. Однако некоторым местам не было уделено внимания, как, например, этому проходу от Жуковского проезда до улицы Березовая, который пользуется большой популярностью у видовчан. Там такое количество грязи, хотя год объявлен годом экологии, а экологии фактически в городе нет. Там пивные банки, бутылки, пакеты, полиэтиленовые бутылки находятся. В общем, с двух сторон вообще невозможно идти. Я такого количества мусора еще не видела. Здесь всегда грязно. Вот начиная прямо от той улицы. От Березовой? Да, да, да. И тут всегда грязно. Мусора полно. Даже в другой раз страшно идти. А в Расторгуеве на Петровском проезде видны следы субботника. Территория облагорожена, газоны чистые, даже спилены сухие ветки. Только убирать весь этот мусор никто не торопится. Никто не вывозит. Давно уже никто не вывозит. Так вот уже продолжается в течение двух-трех недель. Как закончился субботник? Да. И вот те ветки, которые с той стороны уже давно, они уже чуть ли не верно, они всю зиму, наверное, перезимовали. Никто не вывозит еще, наверное, с предыдущего субботника. Поэтому каждый раз, когда мы проходим здесь, с детьми гуляем, не очень, скажем так, комфортно идти. Такая ситуация в Расторгуеве не редкости. И к тем мешкам, которые после субботника коммунальные службы района еще не успели вывезти, прибавляются мешки, которые сбрасывают жители частного сектора. Хотя они должны заключать договора на вывоз мусора. Но многие этого не делают. И тем самым создаются такие импровизированные свалки. Кто-то даже решил выбросить нестационарный торговый объект. Я здесь живу с 80-го года. И всегда вот этот мусор только из кооперативов. Но раньше были попроще дома, а сейчас побольше. Естественно, мусора больше. Обрезанные деревья, столбы, заборы, все что угодно здесь. Кто-то даже ларек, да, выбросил? Давно он здесь? Ларек, наверное, месяца четыре стоит. Близится еще одна дата общего областного субботника, и люди снова будут наводить чистоту. Но не всегда жители района могут сами справиться с таким объемом мусора. Поэтому коммунальным службам стоит внимательнее относиться к чистоте поселений. По району дежурили Юлия Погосян, Алексей Руднев, Видное ТВ.